и все мои поиграл мои квадраты че сегодня мы распаковываем очередные диски с играми сегодня необычная распаковка так как она не касается такой платформы как playstation если вы не смотрели распаковку предыдущую или предыдущие было не одна мы распаковываю такой замечательный диск с нет фаспит а x takes на платформе playstation это видео по теме моих любимых игр вообще и дабы разнообразить рубрику можно наверное распаковать кое-что не менее интересное а именно вот эту посылочку ждал я возможности записать видео и вот настроение есть здесь пак с нескольким количеством игр вот давайте приступать к распаковке немножечко и тут подрал ножичек давай и были так как она тут все плотно запечатана и и короны бабой так вода вода ребятушки это конечно же и нет форс питанды граунд мафа косы таком слим боксе для playstation 2 немного сумбурно получается так как все-таки обзор игры будет пк-шной версии но пока игры в основном продаются в сборниках а так чтобы отдельно я только увидел объявление собственная его искал этот нет форс пит и мне понравились эти климовские коробочки они тоненькие много места не занимают в общем я себе захотел в коллекции именно такой вариант диска да конечно не playstation надпись игровая консоль вот такая вот симпатичная обложка довольно таки у нас боку шильдик underground консоль 2 платиновая коллекция так это же хорошо посмотрите полюбуйтесь вот они четыре скриншота и need for speed underground и тёлочка нас зовет приключения двухтысячных замечательных годов эта игра представлять которой нет необходимости она говорит сама за себя и теперь вашей власти проехать на самых разнообразных машинах от митсубиши до тойота вас ждут соревнования на самых сложных трассах совместимая функция вибрации так он ну как долби диджитал толби диджитал дивидером пал к слову я пробовал через эмулятор запускать эту игру именно версию playstation 2 и игра меня действительно удивила тех у кого была консоль playstation 2 в те годы она давала возможности и через эмулятор давала такие возможности что игра выглядела мега очень супер круто хорош хорош ну вот такой slim box и вот такой дисочек игр помещается даже печать есть на диске но вернее не печать а наклейка такая немножечко матовая но искать какие-то старые версии не хотелось а иметь в коллекции диски которая в одинаковых коробках по мне по приятнее будет вот вот такой диск андайте пахнет прожженым 9 сидюком вот вот такая теперь игра у я быча есть в коллекции такой сумбурный обзор но мне просто хотелось в коллекцию диск у меня никогда не был нету спит андеграунд всегда была чата болванка брал кого-то из друзей и знакомых чтобы установить на пека перемещаемся компьютер и возможно тебе больше нравится need for speed андеграунд 2 или трековый need for speed shift напиши в коменте под видео какой nfs твой любимый или запомнившийся и на какой платформе ведь речь об культовой игре не одного выросшего поколения геймеров гонка любители аркады или гоночного около симулятора а сегодня говорю об игре need for speed андеграунд которая была представлена миру аж 2003 году над платформе pc или пк изначально разработана игра была канадской шведской и британской студии ей black box критерий он games и кстати кодмастер но мое знакомство с этой игрой случайно я приходил со школы те в двухтысячные и где-то в 3 15 по музыкальному каналу м1 рубали рубрику об новинках игр там засветился half life 2 и чудо технологии need for speed андеграунд обещали нам абсолютно новый next-gen и подогревали новыми видосами с геймплеем ну так секунд двадцать блин но это все выглядело для меня капец какой несбыточной мечтой и вот он вышел все заговорили про need for speed андеграунд как о чем-то новом а поиграть есть только возможность в игровухе с пк за деньги не долго и дорого но о май каш я думал что игра будет крутой ну что настолько я вот помню про need for speed porsche он у меня на ps1 был когда-то и на пока позже но андеграунд need for speed андеграунд снес башку своей графикой и короче я запустил весь игры на пока так мне удобнее вам показывать и спустя эти годы я зависаю в игре на стайлинге то есть на тюнинге машин но только это неправильно мы всегда говорили тюнинг на самом деле это стайлинг то есть обвесы юбки спойлера подсветочки тонировочка и в начале рьеры нас встречает первая наша покупка в виде машины mazda miata mx5 очень кстати управляемая тачка и с нее лучше всего начинать карьеру в need for speed андеграунд нас есть тюнинг body носились тюнинг доступный дисков колесных аксессуары это тонировка машины и можно выбирать цвет цвет базы кузова можно изменить деколь это добавлять всякие разные наклейки как тем временем было популярно и виниловые наклейки по типу граффити там что-то типа такого можно все это создавать вручную самому накладывать слой на слой и а это наклейки на ну да это наклейки на кузов и на стекла а это именно вот тоже что я говорю здесь можно слоями создавать рисунки естественно need for speed андеграунд славится своими треками авторов которых он принципе сама игра сделала тоже известными вот треки здесь подобраны круто здесь есть трек который понравится принципе каждый любой себе найдет какой-то ему полюбившийся трек иски и где-то там 22 штучки или чуть-чуть больше вот ну переходим собственно как боди тюнингу боди стайлингу потребление топлива с бензина скажем так тормоза облегчение веса подвеска и естественно настраивается установка нитро изначально в карьере его нету это закисть азота которая как бы если кто смотрел фильм форсаж позволяет ускорить машину на какое-то время смотря сколько у вас баллонов закисью азота и по мере прохождения карьера у вас будет вот открываться по чуть-чуть по чуть-чуть очень медленно что у вас будет если честно бесить потому что не имея сохранения вы не можете в свободной езде в гараже в своем настраивать машину по максимуму хотя бы внешне не говоря уже каких-то технических данных первая тачка она всегда запоминающийся в жизни как самая лучшая машина и нужно выбрать обязательно для нее какой-то удачный цвет зеленый сомневаюсь что ей подходит а вот какой-нибудь такой золотой почему бы и нет а не знаю еще полистаем цвета возможно сделать серебристую но это точно не к этой тачке относится вот этот неплох цвет здесь сохранение не шибко мощная карьера пройдена по обычному поэтому доступен только один и все сохранения которые не пробовал основном тоже один вот этот вот набор в пар называется так и мне он не нравится по моему уродную тачку и мы тогда переходим опять таки к ручному выбору зло я тоже что-то прилеплять на нее не охота но вот это кстати ничего так как считаете или же какую-нибудь аккуратный такой вот тоже прикольно мне нравится я его называю холодильник ну может быть из вставками карбона на и галаном давайте вот так вполне уроки и так ничего но ничего злого чересчур сдержан так вот ну так вот вполне симпатично бред так тоже мне кстати на как-то осовременил он освежил внешне копки нашего автомобиля а где же вам вариант самый лучший но вот этот в принципе тут может наоборот нужно не нарушать обтекаемость давайте такую поставим так хорошо 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 прекрасно раз 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 на золотой такой цвет но он кстати неплохо неплохо мне нравится у нее такая сильно жирная резина смотрится ну так тоже ничего пиццы ставить на ней но не на ней как-то не очень-то это ужасные колеса давайте поставим вот эти симпатичная спорта так желтенький а вот тут интересно мне нравится у зелеными тоже прикольно смотрят кстати кстати очень даже сильно зеленят прикол том что эти отблескивает желтым а сами по себе зеленая прикольно смотрится ничего мы это обыграем мы это обыграем так у нас остается спойлер очек которые мы не установили следующее что мы стану естественно боковую мы установили спойлер спойлера у нас конечно на выбор первой части андеграунда не блещет ну то есть если вот так смотреть это круто если сзади принципе тачку то мы видим все равно отсюда поэтому это очень важно подобрать правильный спойлеров чтобы он не уроду хоть этот ничего так смотрит такой как полка этот явно не для этой машины хотя меня он самый любимый этот уж точно возможно пойдет карбоновый карбон x спойлер мы наверное оставим стоковый вас будет аккуратная опушка так как у нас есть еще возможность установить аксессуары мы устанавливаем заднее освещение одни габаритные пары и будем сейчас проверять как они выглядят у к этим же блин выглядят такие посолиднее кстати они довольно таки симпатичная вот эти знаете напоминает уже mazda тройку mazda тройку не мяту а нам нужно чтобы не нарушить стайл мы естественно ставим угля интересно как получается отсюда очень классно смотрится вольтажи сотри какие волового волуна лунарчик лунарчики обновили внешку машины лет так на пять а ну дайте вот эти я посмотрю симпатично не слепят тонировочки цвета оттенка тонировки и здесь здесь их довольно таки много и кстати мне очень нравится и мы можем оттенить внешний вид тачки допустим тонировкой примеру мне нравится вот это темно-бордовая поясню шикарно ну как-то мультяшно а вот именно эта подсветка твой подсветка в ряд этот оттенок довольно таки добренький золотой но слишком банально хотя в принципе не выделяется но мне почему-то кажется вот этот очень симпатизирует этой тачки латой пошло поехала и это так круто когда ты проходишь карьеру тебе дают возможность устанавливать уже не он более такой уй как классно лавандер это кстати как раз он под свет стекол это круто смотрится но он мигает очень слабенько она бы поставить а я я это тоже чересчур ярко но это кстати грейп виноград тоже классно оттеняет хорошо машина но винил и наклейки различные на тачку это отдельная тема и можно очень долго на этом застрять здесь есть на выборы страйпы полоски есть вот такие рваные которые мне кстати нравятся и не молодят тачку оставят а нужно посидеть над этим очень долго как-то двойным нажатием попасть мне кажется его нужно сделать черным прикольно уже получше владик владик сразу можно покрасить вот так мне нравится вот это да это да вот так мне нравится блин как хорошо то уникальная есть ха ха ну добро пожаловать мир граффити вот это кстати рисунок но не сюда я не хочу я хочу уже проехаться на этой тачке и и так скорее всего мы завершим с тюнингом и и перейдем к самому интересному дабы не испортить себе впечатление от игры нужно вам сказать что предварительно зайдите в настройки контроллера если играете с геймпада настройки джойпад здесь нужно вручную выставить настройки с боковушкой все таки надо наверно поработать как вам дизайн от я быча оставьте свой комментарий пожалуйста под видео выбираем мазду выбираем трек трафик минимум оппоненты сложность на среднюю и загрузочка нету спит андеграунд драг рейсинг драг режим так-так-так-так-так-так ничё себе какие красавцы а какие красавицы по чуть-чуть подгазовым подгазовым и пошла 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 есть переключение первое было удачным второе было плохим главное переключаться на зеленом значке а ё-моё шикарным первый блин как говорится боевин болинский по чуть-чуть по чуть-чуть подозу и пошла жара пошла 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 есть зеленый есть есть переказовка бляха муха есть передачу переключил есть пошел-пошел-пошел есть шестая передача у нас тоталит ёкараный бабай ну бляха муха я давно не играл мне рестарт конечно же рестарт под какой трек на стартами эх перегазовка есть отлично все размывается все шикарно ух как он ушел переключаем передачу а и плохо переклад опять тоталит но я смотрю так и не только я оказывается в ушах раскрашиваю свои цвета блин рестарт давно я не ездил давно не ездил давай по чуть-чуть по чуть-чуть есть вторая передача есть третья я обычно я не трассом я вспомнил как я это делаю для метро сам подгоняю передачу есть у нас уже 5 мы вперед выдвигаемся есть непонятном по какой линии ехать не чувствуется размывается отлично переключился давай блин да когда же пройду это неужели я так плохо давай есть тут нужно выучить до скольки крутит мотор ну хоть это скорость вымер там 25 91 факт я не знаю как я это выиграл это какая-то жесть как я выиграл этот заезд конгратюлэйшн и калорта джонтман хонда севик интересно так ну давайте еще раз финальный а йо-моё что за фигня ужасно я не чувствую эту тачку я не понимаю когда переключателем когда у нее переключается передачи непонятно а о is 2618 первый раз с удачной попыткой был быстрее блин пацаны здесь нужен опыт сноровка ничего страшного за 1 раза сойдет хотя я не доволен своим результатом я не чувствую тачку здесь нужно понять да да какой цифры раскручивается мотор нужно четко понимать когда переключать передачу и тогда вам равных нет но я до сих пор люблю режима драга мне кажется он актуален как-никак еще эти все размытия ты летишь прям просто как как пуля мне кажется пуля тоже самое видит когда летит вот и ты быстрый как пуля как вам понравился сталин к моей тачке можно ли еще делать видосы по этой теме напишите свои комментарии под видосом я почитаю отвечу кому какой нравится нет поспит также можете написать в комментариях и я планирую еще видосики выпускать если вам понравится вот именно сталить тюнить тачку и внешний вид вот по поводу у нет вас петт андеграунд игры что тут скажешь блин по-моему игруха 110 из 10 она до сих пор мне нравится и возвращаться в нее по прежнему интересно как говорится встретимся на стримах и в новых видео так что и поиграл нет спит андеграунд вещь